Анастасия Новых АЛЛАТРА Анастасия, другими словами, так или иначе, но внешний мир мы видим через своеобразные розовые очки наблюдателя от животного начала. Чем меньше мы работаем над преобразованием своего внутреннего мира, тем хуже для нас, ведь в этом случае будет больше расти только опыт, связанный с доминацией наблюдателя от животного начала, а значит, мы будем получать еще более искаженную картинку мировосприятия. Ригден Да, это, кстати, можно проследить даже с позиции уже имеющихся знаний о мозге, сознании, образе мышления человека, формировании его мировоззрения. Как правило, в потребительском обществе человеку с рождения внушаются определенные установки, что мир является материальным, и якобы это единственно существующая реальность для человека. Я уже рассказывал, что наш мозг устроен таким образом, что он очень быстро берет на вооружение различные стереотипы. Более того, в дальнейшем базируется на них, пока человек не выбирает новые. Таким образом, человек с детства начинает выстраивать свою жизнь по сути по ложным установкам, однобокому виденью мира с позиции наблюдателя от животного начала. Все, что не соответствует его установкам и личному выбору, человек просто игнорирует. Он выбирает как бы очень узкий жизненный спектр познания мира и себя, даже не интересуясь большим. Как результат, человек пользуется избитыми ассоциациями и становится вполне предсказуем в своих действиях и намерениях. А что представляет собой та избирательная информация из окружающего мира, большая часть которой поступает через зрение? То, что мы видим, согласно той же квантовой физике, это иллюзия, порожденная геометрией данного пространства. В обычном состоянии сознания мы воспринимаем мир не с позиции отстраненного космического или иного наблюдателя, а с позиции наблюдателя, который погружен в данное трехмерное пространство, а размещен в определенных координатах в данный момент времени. Поэтому и мир мы будем воспринимать однобоко, только с этой точки, а здесь без искажений не обойтись. Даже свое тело мы видим как трехмерный образ, который воспринимает наш мозг, настроенный на привычное для нас повседневное состояние сознания. Если мы изменим состояние сознания и, например, рассмотрим наше физическое тело в состоянии медитации, то увидим ауру и соответствующие ее оболочки. В общем, совершенно иную нашу конструкцию. Выполняя же более сложные медитации, связанные с наблюдением из высших измерений, можно увидеть и более масштабную, цельную свою конструкцию, включая части, расположенные в иных измерениях. Все это, соответственно, расширит наше представление об энергетическом строении человека. К тому же надо учесть, что головной мозг находится в черепной коробке, то есть полностью изолирован от внешней среды. У него нет непосредственного контакта со светом окружающего нас физического пространства. Цвет, который поступает в глаза, просто преобразуется в электрический сигнал, и именно этот сигнал мозг анализирует и расшифровывает, образно говоря, в своей темноте. Иначе говоря, наш мозг видит не реальную картину, точнее иллюзию геометрии данного пространства, а лишь преобразованный сигнал извне, электрическую копию картинки, видимой в ограниченном диапазоне восприятия. Анастасия, в общем, мало того, что это электрическая копия состояния наблюдаемых объектов на прошедшее уже мгновение, так эту копию даже нельзя назвать крохой информации от того многообразия видимого и тем более невидимого нами мира. И человек еще при этом иллюзорно думает, что он знает этот мир и разбирается в нем. Ригден, да, человек так думает по привычке мышления от животного начала, но ему следует задаться вопросом, кто именно в нем думает и что такое сознание. Мозг — это исключительное по сложности своего строения функциям, в том числе защиты, биоустройства, с астрономическим количеством элементов и связи между ними, которые не имеют непосредственного контакта с окружающей средой. Мозг сверхизбыточен, то есть способен выполнять неизмеримо более сложные функции, чем это необходимо, например, для проживания на планете Земля. Мозг постоянно в работе и ночью, и днем. Он лишь меняет свои состояния, к примеру, на сон, бодрствование и так далее. Ему присуща постоянная самореорганизация своей системы. Стабильно она обычно бывает от половины до двух с половиной секунд, а затем включаются одни переменные, гибкие звенья, выключаются другие, при том, что жесткие звенья постоянно находятся в работе. Мозг как бы скучает от монотонности. Идет постоянный мыслительный процесс. Обработка различной информации происходит в нем круглосуточно. Мозг — это посредник между сознанием и миром. Он воспринимает и пытается расшифровать коды, то есть различные сигналы, в том числе поступающие от пяти органов чувств. Но особенно важно отметить, что мозг способен воспринимать и множество других сигналов, поступающих не только из видимого, но также из невидимого мира. Подтверждением этому для современных ученых служат эксперименты, проводимые с участием людей, которые занимаются определенными медитативными практиками, изменяя состояние своего сознания. Это и буддийские монахи, и сибирские шаманы, ясновидящие и так далее. Кроме того, в эту экспериментальную группу входят люди, у которых эпизодически, спонтанно проявляются необычные способности. Телепатия, передача мыслей на расстоянии, предвидение будущего, телекинез, способность усилием мысли передвигать физические объекты, изменять их форму и так далее. В общем-то, такие способности свойственны любому человеку, если их раскрыть. Анастасия. Это, по сути, доказательство того, что имеющий базовые знания человек, не выходя из своей комнаты, при закрытых глазах, без помощи каких-либо технических средств или известных органов чувств, способен в измененном состоянии сознания успешно познавать мир. Ригден. Заметь, и эти его познания будут гораздо информативнее и богаче, чем те, которые удается получить человеку в привычном состоянии сознания. Почему? Потому что его сознание начинает работать в ином режиме. Даже с помощью современной аппаратуры можно проследить, как в измененном состоянии сознания реорганизуется мозговая деятельность. Когда человек мыслит в привычном состоянии сознания, то активность нервных клеток в различных зонах головного мозга проявляется сродни звездному небу, то есть в разброс. А вот когда человек находится в измененном состоянии сознания, то образуется совершенно иная картина активности мозга. Звезды словно выстраиваются в виде своеобразных звездных скоплений определенной формы. сфер, облаков, потоков, лучей, имеющих четкую направленность. К тому же следует обратить внимание на строение, форму самого человеческого черепа изнутри и тканей, прилегающих к нему. Особое внимание заслуживают лобная, теменная и затылочная кости, с их особым рельефом. Это своеобразный биологический прототип вогнутых зеркал, способный фокусировать, поглощать и отражать волны разных частот. Данная конструкция служит хорошим резонатором. От латинского слова «резоно» звучу в ответ, откликаюсь, то есть способна накапливать и фокусировать энергию колебаний и усиливать ее. Анастасия. Это довольно занимательная информация. Как известно, на примере той же современной радиотехники вогнутые зеркала обладают свойствами приемной передающей антенны. Ригден. Совершенно верно. Так что мозг, по большому счету, это уникальное биологическое устройство, выполняющее многие функции, служащее в качестве приемника и передатчика информации не только из внешнего видимого, но и из невидимого мира, в том числе и внутреннего мира человека. Когда человек начинает делать медитацию, он дает мысленную команду, задействуя те или иные чекраны, запуская тонкие энергии, которые и активизируют определенные зоны в энергетической конструкции. Благодаря такой мысленной команде и головной мозг физического тела перенастраивается в режим работы измененного состояния сознания. Причем, скажем так, в более углубленных медитациях происходит достаточно интересный процесс. Медитирующий практически производит остановку мыслей, а информацию в чистом виде получает за счет силы, которую люди еще с древних времен называют шестым чувством – интуицией, интуитивным знанием. И такое познание гораздо глубже, богаче и разнообразней, чем привычное видимое восприятие мира. Ведь наблюдатель от духовного начала воспринимает чувствами энергетические процессы, цельно и ясно познавая настоящую реальность. Благодаря этому после медитации для него очевидна существенная разница между тем, что человеческий мозг шаблонно воспринимает за реальность в трехмерном мире и какова на самом деле реальность, формирующая события этого мира. Для такого наблюдателя не проблема извлечь информацию, намного опережающей современное научное понимание определенных процессов в этом мире. Так что внешний мир для мозга, как для биоустройства, это всего лишь множественные копии, которые он воспринимает согласно поставленной ему наблюдателем задачи, в соответствии с внутренним миром и выбором самого наблюдателя. Каждый человек проживает свою реальность согласно своему выбору и внутреннему восприятию.